МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Таля Радоя компании Гомель у студии Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Официальные встречи, деловые перемоги, выставы и презентации. У Гомель почал работу первый форум регионов Беларуси и Украины. Черное золото. Беларусские нафтовики будут бурить від дровины для украинских партнеров. Контракты на 10 миллионов евро подписали Укргаздабыча и Беларусьнафта. Водный транспортный калидор. У рамках форума регионов у Мазыры обмерковывали пытание развития рачного судноходства. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Сегодня у Гомель почал работу первый форум регионов Беларуси и Украины. У им принимают удел около 700 представников двух краин. Краину-суседку представляют 17 регионов. Сирот тем, які обмерковывают баки, супрационерство сферы гандлю, сельской и лесной господарки, промысловости, науки, адукации. Головной падеей станет пленарное посаджение за делом лидеров двух краин. Чекается, что Александр Лукашенко и Петр Порошенко прибудут у Гомель завтра. Але и сегодняшний день довольно продуктивны. Важная задача форуму – досягнуть конкретных письмовых домовленностей. Гомельская область подписала с украинскими администрациями одразу два походнения об супрацовництве. На першем форуме регионов Беларуси и Украины шмат тем, але экономика головная. У зале Палаца Румянцевых и Паскевича усабралися представники тих беларуских и украинских регионов, які мают намерсу працовничать ближай. Шмат размогу про агульную историю, традицию, культуру, але при этом настроены довольно серьезно. У кожного есть конкретные проекты, які чекают реализации. Экономичным соведем Гомельщины из Украины уже 25 годов. С восьми регионами подписаны договоры об супрацовництве. И вот зараз до них долучаются еще два – с Киевской и Запорожской областями. Запорожская мая с Гомельской в областью шмат агульных. Это так само аграрный регион с моцным промысловым потенциалом. У нас в Запорожской области есть очень большие предложения по машиностроению, по металлопродукции, по сельхозпродукции, готовым изделиям. Ждем предложения, например, по той же переработке сельхозпродукции. На этих взаимоотношениях будем строить, на этих площадках и дальнейшую сотрудничество. За три последних года мы имеем товарооборот между Гомельской областью и Украиной полтора миллиарда долларов. То за последние и каждый год мы добавляем 25%. Поэтому я думаю, что мы сегодня расширили круг тех участников, которые позволят нам более хорошими шагами или темпами развивать это направление. Увеличить свой товарооборот. Первый масштабный белорусско-украинский форум не выпадково проходит, как форум регионов. Головный акцент, сделанный на пытаниях развития супрацовництва двух краин, про спромые контакты на узровне конкретных территорий. Державная политика задает вектор развития, а уже регионы выращают, что по этим векторам отправить, а что отримать. Настасья Кучинская, Яуген Макеенко, телерадиоэкомпания «Гомель». Головная задача форуму регионов – рост взаимного товарообороту. Летость гэты пакашчык склав 4,5 миллиарда долларов. Сеолета повинен повеличиться ясше на 1 миллиард. Задача на наступный год ясше большзначная. Узаемный товарооборот поміж Беларуссию и Украиной – 8 миллиардов долларов. Яким чином плануюцца досягнуть гэтай меты, потекавился Олег Синцерову. Да, лечбы у 8 миллиардов долларов взаимного товарообороту краины уже наближалися у 2012-м годзе. Але тады гэты пакашчык засегався в основном за кош поставок беларуских нафтопродуктов, Головный резерв ЗАРС, супрацовненство в сфере машинобудывання и на витап гэтамедзе размова подчас посаджения Беларусско-Украинского совета делового супрацовненства у зале обосновка громадско-культурного центра, простонники 17 областей Украины, керевники регионов, простонники предприемства, малого и середнего бизнеса. На гэты сегмент экономики у беларуско-украинских относенных особливая надея. Сегодня предприемательство – ящий день резервы для активизации супрацовненства. Малый бизнес, я думаю, смотрите, у нас, во-первых, сейчас большое внимание уделяем в Украине, я думаю, что и в Беларуси это вопросы, связанные с альтернативной энергетикой, переработкой того же торфа. Тут приехала компания из Николаевской области, которая имеет большой опыт в правильном брикетировании торфа, допустим, которого достаточно много. Это как раз ниши для малого и среднего бизнеса. Есть предприятия, которые заинтересованы в оборудовании для переработки продуктов, ну, сельхозяйственной продукции, получения готовой продукции. Это тоже вот, это малый и средний бизнес. У МЭТа к представлению Махчима Сио Беларуси, у ОМВИ разгорнули некольких плясовок. Экспозиция буйногабаритной техники на центральной площади города, когда манижа Динамо демонстрируется выставой районных подборков и выработкой ромесников. Уденники кажут, что до форума регионов одобрали все самое лепшее, чем можно и самим гонориться, и гостям показать. Еще одну плясовку разместили у самим Манежи. Выстава регионов у Манежи Динамо, как выстава достигнением народных господарок Беларуси и Украины. Больше 180 денег в заводе в Баку, которые представляют по всей сфере экономики. Есть тут и совместная продукция, как вот это металлокорт белорусского металлогического завода, о ушинах украинской компании Росава. Кали белорусской экспозиции представлены у основным особными предприемствами, зе концернами на кстат белолехправма и белнафтахима, то украинский бок упор зарабил на региональной экспозиции. Причем демонстрация досягнению – только одна задача выстава регионов. Не меньше важная мыта – проведение перамов и заключение контрактов. Для лепших взаиморазумения, простонки Миколаевской области навыц зарабили буклет на белорусской мове. Зараз в этом украинском регионе Вене затекавлены у сопротивления с белорусскими партнерами и называют конкретные накерунки. Это сотрудничество в сфере переработки продукции сельского хозяйства. Николаевщина является одним из лидеров по производству как зерновых, зернобобовых культур. И мы, со своей стороны, заинтересованы в поставках не просто продукции, которую вырастили с поля, а переработанной продукции. Это может быть интересно, опять же, для регионов Беларуси. Наши регионы могут интересовать молочная продукция, потому что у нас существует при наличии трех крупных переработчиков у нас есть дефицит в молочной продукции, сырье для переработки. Я думаю, здесь тоже могут быть вполне интересные взаимные проекты, которые могут быть полезны друг другу. Почас работы форума регионов агучивается бадай головная причина, якая поколь перескажает по величению товарооборота. В Украине техничные нормы и регламенты распроцовываются в ответственности со стандартами Евросоюза, в Беларуси Евразийского экономического союза. Меж тем, при жадании и тут можно сносить компромисс. Миновит об этом разговора на посаджении белорусско-украинской рабочей группы по поэлечению взаимной присутности на рынках краин сельскохозяйственной продукции. Сустреча завершается подписанием суместного протокола и обещанием, иснующая проблема, пока будут имкнуться, ликвидовать их, Магабоч Худка. Нерешаемых вопросов нет. Мы очень плодотворно и плотно сотрудничаем. И, конечно, ряд вопросов не решается однодневно, в течение дня, месяцев. Есть сегодня вопросы, которые мы решаем в течение месяца, двух, трех, в течение года. Но я вам хочу отметить, что эти вопросы решаются. Два контракта на сумму 10 миллионов евро с компанией «Укргазздобыча» сегодня подписала «Беларусьнафта». Беларусский партнер будет оказывать наибуйнейшему украинскому сдобычу природного газа и газового конденсату по слухе по технологичным нафтовым сервисе. Первый масштабный проект с державной газоздобывающей компании Украины «Беларусьнафта» распочала два годы тому. Тогда были проведены операции по гидравличным разрыве пласта. За этот час додались контракты по бурене сведровин и боковых слоев, освоении сведровин с допомогой калтюбингу и 3D-сейсморазведцы. Подписаны контракты и меморандум об поширенне супрацовнества по межбелорусским и украинским предприемствам основа дальнейшей поспеховой праце. На форуме мы смотрим вот здесь на предприятии образцы оборудования, сейсмотехника, вот здесь предприятие, где мы находимся, это часть Беларусьнефти. Мы изучаем потенциальные возможности проведения ремонта нашего оборудования, возможности заказа нового оборудования. Сейсмотехника в составе компании «Дрилмек» участвовала в том числе в наших тендерах на поставку бурового оборудования. Поэтому для нас это как раз хорошая возможность посмотреть в деле. В будущем будем рассчитывать на интерес и к нашей работе, и с нашей стороны будем надеяться на расширение сотрудничества. В рамках форума регионов сегодня так само обмерковали питание развития ручного судноходства помеж Беларусью и Украиной. Двухбаковая встреча пройшла у Мазыры. Подробностей в сюжете наших мазырских коллег. Представники Министерства и ведомств деловых колов двух краин приехали у Мазыр, к обещанию один крок наблизиться до реализации проекта по створению транспортного водного калидора. У леку головных разглядается инвестиционный проект по будовництву ручного порта с инфраструктурой ДАГО ОИОССе Нижняя Жары Брагинского района. Этот инвестиционный проект заключается в том, чтобы обеспечить загрузку и заход судов река-моря, порт Нижняя Жары и дальнейшие перевозки грузов по Днепру. На сегодняшнем круглом столе мы обсуждаем уже технические моменты, которые с этим связаны и с реализацией этого проекта. В первую очередь, это обеспечение глубин, требующих для захода соответствующих судов класса в этот порт. Поэтому с украинской стороной пытаемся выработать схему дальнейшей работы. Украинский БОК выказал великую затекавленность у отражений водных перевозок. По словах экспертов, Днепр сегодня выкористовывает максимум 5% своего транспортного потенциала. На Херсоншине худко почнет будовництво нового морского порта. Бойный проект продуглеживает одновление водной магистрали Е-40. И она залучит Украину и Польшу, празд Беларусь, реками Висла, заходный Бух, Припять и Днепр. И первым этапом является запуск маршрута Херсон-Мазыр. Год назад мы заключили трехсторонний договор между Гомельской областью, Херсонской областью и компанией Небулон в том, что мы будем разрабатывать совместные действия по строительству порта в Нижнем Устье Днепра на территории Херсонской области, а также продвижение дноуглубительных работ в сторону Беларуси и также уже белорусская страна это лоббирование строительства порт в Нижних Жарах и углубление реки Припять для того, чтобы Мозыр также запустить с точки зрения водной логистики. В Украине в Беларусь водным транспортом можно будет поставлять сбожи, будовничные материалы, городнину и садовину. В Украине мают попыт белорусские продукты нафтоперепрацовки, минеральные удобрения, продукты, древоопрацовщие промысловости, сельгазтехника. Реализация проекта по водных перевозках открыла новые перспективы для партнерских взаимоотносин. Будет содейничать налаживанию гандлевых союзов с третьими краинами. Все от инших плюсов для регионов разгрузка дорог от буйногабаритного транспорта и заявление новых працовных мест. Катярина Юрченко, Светлана Груцко, Вячеслав Прописнов. Телеканал Мазыр специально для телерадио компании Гомель. Перспективные накерунки супрацовництва Украины и Беларуси в области навуки и технологии сегодня обмерковывали на базе Института Лесу. Кропок взаимодействия Национальных Академий Навук двух краин вельми шмат. До того же обедвиз являются членами Международной Ассоциации Академии Навук. Огольные распроцовки есть в самых разных сферах от медицины до освоения космосу. Космос. Многое сделано вместе. Планы еще больше. Это фармацевтика. Мы работаем через фонды фундаментальных исследований. Есть у нас совместные соглашения даже по освоению полярных, антарктических регионов. Так что мы многое связываем с форумом и я думаю эти направления расширятся и глубина наших работ совместных усилится. Форум регионов в навыковых колах называют перезагрузкой супрацовництва на региональном узроуне. На конференции белорусские и украинские навыковцы обмерковали новые накерунки совместной работы о галенах генетики, селекции, лесодновления и природокорыстания. Узнималось так само пытание взаимодействия в борьбе с лесными пожарами, трансграничных характеру. Новый виток у белорусско-украинских относинах у сферы эдукации. На Деловом Совете Высшейших Навучальных Установ Двух Краин подписано погоднение об супрацовництве Министерства Эдукации Беларуси и Министерства Эдукации и Навуки Украины. Документы измещают программу совместной работы до 2020 года. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Памеж ВНУ Беларуси и Украины подписано свыше 190 договоров об супрацовництве. Лишь бы грунтовное и зараз наступил той самый час, каля эпизодичные износины необходимо изменять на системные. Работы это удобнее на региональном уровне. Сирот пропанов огученных на деловом совете, нарушение совместной научно-технической деятельности и обширение супрацовництва в АйТи Эдукации. Нам очень важен опыт украинской стороны их решений. Сегодня мы действительно обсуждали вопрос организации независимой оценки качества, как это сделано в Украине. Этот опыт нам очень интересен. Точно так же, как в целом деятельность и в общем среднем образовании и в профессионально-техническом и высшей школе. Украинская и белорусская системы эдукации вышли из одной агульной. За несколько десятков годов они, конечно, извели измены. Их новые накерунки, подходы и практики у эдукационной сферы привабливаются до обмена в опытом между специалистами Беларуси и Украины. Нам очень нравится то, что вы собираетесь сделать вот эти колледжи, которые будут давать программы разных уровней. И уровня, скажем, квалифицированного рабочего, и уровня техника, младшего специалиста, то, что называлось. И это очень важно, чтобы они организованы были в рамках единого образовательного учреждения, скажем, колледжа, потому что в этих случаях возможно обеспечение качества, качества преподавания, качества лабораторного оборудования, эффективное управление инвестициями и так далее. Деловой Совет установил эдукации Беларуси и Украины протягнули поседжение на секциях УГДУ имя Франциска Скарины и ГДТУ имя Паула Восиповича Сухого. На порядку дня темы развития регионального супрационистства у профессионной эдукации, науковых связи двух краин-суседок между университетской интеграцией. Евгения Кухаронак, Евгения Макеенко, телерадио компания Гомель. И еще одна масштабная встреча науковцев прошла сегодня в областном центре. Сучасные подходы в медицине и вмоксовании здоровья нации обмерковали в дельнике Международной науково-практичной конференции. Меркование в дельнике ведущих специалистов Галины аховы-здоровья разных краин света выслухала Ганна Корольчук. Для удела конференции в Гомель приехали представники сферы аховы-здоровья и установ эдукации из Беларуси, России, Польши, Японии, Италии и Испании. Международный форум имеет великое значение для удосконаления системы аховы-здоровья насильства. Среди темпы седжения медицинская допомога по принципу урача-гольной практики, боротьба с неинфекционными захворюваниями и использование лечебных технологий медицины. Это первая, наверное, конференция, когда в медицинском ВУЗе говорят не о лечении болезней, то есть не о лечении последних, а говорят о тех мероприятиях, чтобы сделать нацию здоровой. Вот поэтому она такой интерес эта конференция представляет. Все, кто принимали участие, они не то здесь такая аура у нас в ВУЗе, не то люди такие, не то еще что-то, но все обязательно хотят еще раз еще приезжать и принимать участие и свои наработки нам говорить. А кроме посаджения пройшел круглый стол на тему прихильности людей до лечения, ответственности помеших повозинами и рекомендациями, отриманными от урачов. Обмерковали и вплив масс-медиа на профилактику захворювания у насельництва и расповсюдживание принципов здорового ладу життя. До речи, превентивная медицина является одним из актуальных направлений сучасной науки. Конференция проходит в 7 раз и за этот час я настала выдатной пляцовкой для обмена в опытом и установления деловых контактов. Так, например, делегация Японии наведывая Гомель на протягу шести годов, а их коллеги из Испании приехали у першиню. Я высоко оцениваю уровень Гомельского медицинского университета, поэтому мы отправляем сюда студентов на учебу. Нас интересует не только специфическая радиационная медицина, но и общие подходы к лечению. После катастрофы на Фукусиме нас и Гомель связывает одна проблема радиационное загрязнение. Я считаю, что мы обязаны перенимать ваш опыт, ведь до аварии мы даже не задумывались, насколько важна эта проблема. В скором будущем приезжают на стажировку наши испанские студенты для обучения по программам эрготерапии и мы будем работать в направлении, чтобы эти программы были как бы обменные, то есть, чтобы студенты белорусские тоже имели возможность простажироваться в Испании. Заутро замежные делегации обмеркуют перспективы супрацовництва у рамках международных программ. Так само пройдет открытие белорусско-японского навуково-практичного центра у Весцы Карма Добрыжского района. Ганна Коральчук, Гармарышченко, отель радиокомпания «Гомель». Это и так само иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tevergomil.by Далее эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами разведываюсь. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Второй раз за месяц житель Бреста попался на перевозке контрафактного спирта через территорию нашей области. Накануне днем на автотрассе М-10 в районе поворота на деревню Прибор Гомельского района сотрудники специального подразделения ГАИ «Молния» остановили автомобиль «Пежо», предназначенный для транспортировки легковых машин. 24-летний житель города Бреста, догадываясь о причине его остановки, даже не стал утверждать, что едет пустой. Автомобиль был доставлен в Гомель, в Ждорожную РУВД и в ходе осмотра в тайниках под платформой были обнаружены как спирт, так и водка. Кроме того, Брещанин использовал и полость над автомобильной кабиной, где также находилась водка. Примечательен тот факт, что в начале октября он задерживался за аналогичное правонарушение, и тогда машина была красного цвета. Вчера она уже была перекрашена в серый цвет. Брещанин сказал, что он ее закрунтовал, но в это верится с трудом. Мы предполагаем, что таким образом он пытался каким-то образом отвезти, подозрения о том, что эта же машина может перевозить контрафактную спиртосодержащую продукцию. Из всех тайников извлекли 80 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 800 литров и 1000 бутылок водки общим весом продукта в полтонны. Не имеющий акцизных марок и документов, товар изъят и направлен на экспертизу. К слову, за месяц это уже второй подобный случай. В начале октября этот же замаскированный под эвакуатор спиртовоз задержали в Добружском районе. На тот момент перевозило 760 литров спирта и 520 бутылок водки производства Российской Федерации. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали три пешехода и один водитель. Наезды на людей происходили в Будокошелево, Гомеле и Житковичах. А в Реческом районе, где пострадал водитель, произошло столкновение грузовика с легковушкой. Для предотвращения возможного возгорания автофургона и из лечения пострадавшего понадобилась помощь спасателей. Водитель автомобиля ГАЗ при выезде с автостепенной дороги не предоставил преимущества движения автомобилю ВАЗ и совершил с ним столкновение. В результате происшествия водитель Жигулей получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в Светлогорскую центральную районную больницу. В Гомельскую городскую клиническую больницу номер один с территории одного из предприятий Гомеля доставлен 65-летний мужчина. У него констатировали ожоги головы, рук, шеи и спины второй, третьей и четвертой степени. Травму он получил днем, уснув рядом с обогревателем в бытовке. Сторож на смене, злоупотреблив спиртными напитками, забыв о личной безопасности, уснул, прислонился к обогревателю, получил ожоги 20%, находится учреждение здравоохранения в реанимации. Четвертая степень ожогов самая опасная для жизни. От высокой температуры происходит омертвление и обугливание не только кожи, но и мышц и сухожилий. Заживление протекает медленно и, как правило, требует пересадки кожных покровов. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В ближайшие несколько минут на телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле пройдет молодежный чемпионат мира по шашкам. Поспорить за звание лучшего приедут представители 20 стран. В их числе юные спортсмены из Монголии, Китая, Куд-де-Вуара и Суринама. Чемпионат такого уровня Гомель примет впервые. Соревнования пройдут с 28 октября по 3 ноября. Отдельно будут определяться чемпионы мира среди девушек и юношей в четырех возрастных группах. В программе два турнира классические и блиц. Участие в последнем примут все желающие. Всего на соревнования заявлено 250 спортсменов. Для воспитанников в Гомельской с дюшор номер 3 этот чемпионат мира первый. На чемпионате Европы ребята участвовали, к сожалению, пока призовых мест не заняли. Но потихоньку растем. В прошлом году была победительница республики среди девочек до 10 лет. В этом году мальчик стал победителем Беларуси до 10 лет. Потихоньку покоряем вершину. Соревнования будут проходить в областном общественно-культурном центре на Ланге-17. Торжественное открытие чемпионата состоится 28 октября. Гомель готовится и к проведению международного детско-юношеского турнира по кио-кушинкай-карате Сакура-на-цоже. Соревнования стартуют в эту субботу. Во дворце игровых видов спорта на татаме сразятся почти 300 юных спортсменов из Беларуси, Украины и России. Выявлять сильнейших будут в четырех возрастных группах, в каждой из которых от пяти до восьми весовых категорий. Юношеские команды футбольного клуба Гомель одержали три победы в четырех матчах. Самая старшая возрастная группа сильнее сверстников из Слуцка 4-0. Самая младшая также уверенно обыгрывает соперников из этой команды. Юные спортсмены 2002-го и 2003-го годов рождения встречались с игроками Витебска. Первые сыграли в ничью, а вторые одержали минимальную победу. Ближайшие игры юношеского первенства пройдут в воскресенье. Два матча будут сыграны на стадионе с дюшор номер 8. Женская команда гандбольного клуба Гомель успешно завершила первый круг чемпионата страны. На выезде обыграна Городненчанка со счетом 35-23. Самыми результативными в гомельской команде стали Трезно и Охраменко, набравшие по 6 баллов. Эта виктория стала шестой для подопечных Тома Жачатра в нынешнем чемпионате. Гомель продолжает возглавлять турнирную таблицу и это единственная команда, которая пока идет без потерь. В эту субботу начинается второй круг первенства. В гости приедет Витебчанка. Игра состоится во дворце игровых видов спорта начала в 14.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова